так значит есть а еще один момент вот очень важный момент следующий вот обратите внимание что когда вот мы работаем с темными состояниями поскольку у них вот с этой картинкой поскольку у них энергия одинаковые то у нас значит пропадает вот экспоненты которые здесь есть значит и тогда у нас я уравнение для темных станет так значит за счет по большого параметра месси я отвязываюсь от всех других термов значит но светлые как бы скажем так вот у меня остается только под уровне вот для этого терма и вот теперь я смотрю каким образом что за эволюция будет для этих термах то есть каким образом у меня все это будет выглядеть значит что тут очень важно здесь пропадает масштаб времени вот если я буду рассматривать только то что происходит с темными состояниями у меня время исчезает вот посмотрите что это будет происходить вот я я значит экспоненты пропали я просто переписал значит матричное уравнение то есть оператор генебатической связи вот так и я убрал она сокращается вот остался вот такое уравнение как теперь я расписываю каким образом у меня происходит умножая на дельта т в обе части и смотрю что это такое будет поскольку меня лямбда меняется да значит у меня я задаю лямбда т у меня как раз есть управлять когда его когда управление системы происходит тому что я каким-то образом во времени развиваемый параметр соответственно значит я смотрю каким образом будет у меня это переноситься на времена я мы менять своё время ников к вкусу это будет производным по времени вот это я просто расписал получается вот такая штука дельта лямбда дп стоит и здесь здесь дельта т стоит у меня время вообще пропало тащи меня вот это производные которая здесь появляется. То есть это изменение моего, значит, облюдковой вероятности, вот я его переписал в таком виде, вот эта производная превращается в такую производную. И у меня здесь просто пропало время вообще никак. То есть, значит, получается так, что эволюция в пространстве темных состояний вообще никак не связана с... Садива быстро я делаю, медленно я делаю, она вообще становится безвременна, она время не чувствует. Значит, время мне необходимо и медленность мне необходима для того, чтобы отсечь, еще раз повторяю, оставить, превратить мое темное состояние в изолированную систему, отсечь от всех других темов, которые есть. И вот в этом случае получается, что у меня эволюция, еще раз повторяю, эта эволюция проявляется в том, что у меня меняется здесь псифункция и меняется она унитарным образом. Опять, значит, это означает, что я реализую каким-то образом меня во времени, определенным образом мои параметры, значит, у меня определенные изменения во времени моих параметров. Итак, теперь я ввожу так называемое пространство параметров. Если у нас есть многомерное, вот у меня три частоты РАБИ, если три подсистемы, или если лямбда-система у меня, две частоты РАБИ, я ввожу пространство параметров, то есть, значит, OCX, Y и Z, так скажем, ну, чуть-чуть попозже. И вот тогда изменение частоты РАБИ будет означать, значит, итак, в этом пространстве параметров, еще раз повторяю, значит, давайте конкретно будем работать с три подсистемы. Значит, у меня получается три, давайте смотреть дальше, прямо сейчас к ней перейду, нет, еще рано, три подсистемы у нас появляются. Значит, итак, у меня есть один лазер, другой лазер, третий лазер, соответственно, значит, P, S и ОМЕГА, это будут частоты РАБИ. Значит, я, соответственно, буду откладывать, буду их ассоциировать следующим образом, у нас появляется, это набор этих трех чисел, мне задает некий викторок в параметрическом пространстве. Вот у меня один орд, он, значит, связан с P-лазером, другой орд связан с S-лазером, вот он, и, наконец, с P-лазером, это вот этот орд связан. Соответственно, задал вот эти частоты, у меня появляется викторочек, значит, вот в пространстве параметр, да? Какое начальное состояние? Пока нет начального состояния, это я говорю про лазеры, пока у меня их нет. Дело в том, что... То есть сфера не лазерная? Я сейчас про орды говорю, я говорю про орды и говорю о том, что если я задал набор трех чисел, значит, у меня есть какие-то конкретные напряженности, значит, поля... Напряженность, но заселенность уровня-то есть? Пока я не говорю о заселенности уровня, я говорю по поводу частот Раби-лазеров. Как я их буду отобразовать? Мне их удобно изобразить как один викторочек в параметрическом пространстве. Тут никакого нет, это просто для удобства. Тройка чисел у нас всегда ассоциируется с каким-то викторочком трехмерным. Вот я его и нарисовал. Вот конкретный, значит, у меня векторок появился, он мне соответствует... Он, кстати говоря, еще не единичный, потому что, значит, я его буду называть вектором Раби. То есть, значит, вот вектор Раби, он конкретному значению частот Раби-лазеров, я сопоставляю вектор Раби в параметрическом пространстве. Он не единичный, совершенно необязательно. Пока еще у меня нет сферы букв. Значит, я просто объясняю, что такое у меня параметрическое пространство. И когда я теперь меняю мои, значит, у меня процесс адематического прохождения означает, что у меня какой-то набор этих импульсов-лазеров есть, значит, у меня в параметрическом пространстве... Они зависят от времени, таким образом. Значит, мой векторок в параметрическом пространстве, вектор РАБИ, он будет каким-то образом меняться вот в этом пространстве, будет двигаться. Сперва он был ноль, никаких лазеров нет. Потом начинает у меня, света нету, потом у меня начинают импульсы приходить. И, соответственно, у меня начинает этот мой векторочек РАБИ в этом параметрическом пространстве какую-то там кривую выписывать. Вот он растет, 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 растет. Дальше я начинаю выключать лазер, он возвращается обратно. То есть у меня, значит, набор моих импульсов в параметрическом пространстве рисует какую-то траекторию. Значит, и получается, что мы с вами сказали, что теперь траектория, любая траектория, то есть любой набор лазеров, он на самом деле соответствует какой-то эволюции пространства темных вот этих составов. состояний, и, значит, это унитарная эволюция. И когда я, значит, когда у меня цикл, мои частоты РАБИ в параметрическом пространстве описали какой-то вот этот цикл, то есть начальное состояние, конечное состояние мы вернулись, у меня образовался унитарный оператор. То есть некая эволюция, которая описывается унитарным оператором. То есть получается так, что я могу теперь вот здесь реализовывать некие унитарные операции или то, что называется, значит, гейты, да, если мы говорим в терминах информатики кванты. И каждому гейту, то есть я могу, выбирая различные пути, циклы, да, или, значит, в параметрическом пространстве, я могу, каждому пути будет соответствовать свой гейт. Вот как бы, значит, это есть идея, на самом деле, реализации квантовых операций вот в терминах адиоматического прохождения, да, то, что есть. Еще раз повторяю, почему мне нужна адиоматичность? Для того, чтобы вот компоненты, значит, компоненты темных состояний, они составляли замкнутую систему, чтобы на нее вот внешние вот эти термы, в которых находится, на самом деле, возбуденное состояние, и, соответственно, они приносят мне всякие спонтанное излучение, двое фаз и так далее, и так далее, чтобы мне не мешалось. Поэтому здесь будет унитарность. Так, значит, теперь дальше. Простите, вы все-таки вот сейчас рассказываете об эволюции. Да. Вы все равно сбегаете тоже вперед. Ну, мне приходится... Имеются импульсы. Да, имеются импульсы, значит... Они что, одновременно, разные длительности, с разными числами? По-разному, да, конечно, конечно. Нет, ну, значит, мы... Вы говорили, D откладывается, но D это же не результат эволюции, это параметр. Да, это параметр, это пока не результат эволюции. Вопрос следующий. Значит, идея стоит следующим, что... Если я задал какую-то последовательность моих импульсов, да, то, значит, теперь у меня в системе... Ну, это понятная идея, давно понятная. Это же вы объяснили. Тогда в чем вопрос? Хотите управлять состоянием... Да, совершенно верно. Я думаю, выходя за рамки подпространства состояний, пространстве Дилберта, состояния атома, чистых состояний, хотите путешествовать по некоторым подпространствам, медиумам, чтобы в каждом момент времени был предусмотрен и заранее результат реализуемой последовательностью импульса. Нет, нет, медленность мне нужна для того, чтобы у меня была замкнутая система. Не важно почему, но вот то, что я описал, что будет... Да, правильно, абсолютно правильно. Правильно я описал. Правильно, все правильно. В лаборатории. Ну, так вот, я поэтому и спрашиваю. Значит, во-первых, должно быть начальное состояние атома. Да. Во-вторых, должно быть указание на примере какой-нибудь эволюции состояния атома, которую вы назвали путешествием... Александр Сергеевич, вы забегаете вперед, мы еще до этого не прошли. Да, я изложил идею, вы совершенно правильно изложили мою идею, а вот теперь я ее буду рассказывать, как это... То есть для того, чтобы мне конкретно пользоваться этой идеей, я должен получить набор адебатических состояний в трехподной системе, посмотреть, как они устроены и посмотреть, каким образом на эти адебатические состояния будут действовать мои импульсы. Вот этим я сейчас буду и заниматься. И тогда я отвечу на ваш вопрос. Хорошо? Да, хорошо. Да. Значит, я немножко, вот я говорил вам о Шоре, да, то есть фактически Брюс Шор, значит, то есть я перехожу к вопросу, каким образом я буду строить, значит, адебатическое состояние вот в системе n-под системы. Значит, напоминаю, что такое у нас n-под система. У нас есть верхний уровень, он не вырожден, он стоит из одного компонента. Есть нижние состояния, которые вырождены, они стоят из n-компонента. Лазерное возбуждение между ними, значит, устраивают перемешивание. Вот я немножко обобщу эту, значит, систему на более общую. Я буду рассматривать следующую, значит, квантовую систему. У меня есть нижнее состояние, есть верхнее состояние, они вырождены. Значит, верхнее состояние стоит из n-a компонент, нижнее состояние стоит из n-b компонента. Ну, в данном случае у нас будет n-a равняться единице для трехподной системы, n-b равняется, значит, n просто. Ну, вот тот метод, который я заложил, он годится на самом деле для более общей системы, ну, и в частности для n-подной системы. Ну, как бы я единым образом это разбираю. Итак, вопрос, значит, опять же, вот у меня есть такая стационарная, это, значит, другими словами, так, гамильтинян, который я работаю, ну, гамильтинян можно считать, что он индуцирован светом, да, он устроен следующим образом. Он не перемешивает у меня компоненты нижнего и верхнего уровня, да, но перемешивает компоненты верхнего и нижнего уровня, произвольным образом. Вот здесь просто изображаются соответствующие матричные элементы, которые здесь у меня есть. Вот эта стрелочка означает, что я, думаю, беру гамильтинян, беру, как всегда, матричный элемент, то есть обкладку между этим состоянием и этим состоянием для гамильтиняна, и вот образовался матричный элемент. Вот вопрос, сложная система. Значит, вопрос, могу ли я за счет выбора базиса, каким-то образом, вот нижним, нижним, вот я теперь беру нижнее состояние, я могу другой базис выбрать. Это у меня базисные элементы, появляется гамильтинян, у гамильтиняна появляется матричное представление, нет, сложно, в данном случае сложно. Вот, могу ли я за счет изменения базиса, так, сколько у меня времени, Татьяна Юрьевна, вы меня остановите. Николай Николаевич, у вас две минуты, две минуты на то, чтобы закончить. Да, я идею как бы, идею, значит, а уже, значит, в следующий раз начну с... Так вот, могу ли я подобрать таким образом базис новый, чтобы у меня в этом новом базисе гамильтинян выглядел вот таким образом? Видите, да? Оказывается, могу. То есть, всегда это можно сделать, и вот как раз это заслуга Шора, Брюса Шора, да, помните, о котором я упоминал, значит, и вот это называется статья, значит, вот она здесь у меня выписана, где это изложено, базис Мориса Шора. И вот, значит, сегодня я не успею сделать, а в следующий раз я вам расскажу, каким образом, значит, производится вот это, выбор вот этого базиса, на самом деле. Ну, я думаю, что начинать, наверное, с математикой мне не стоит, вот, и, наверное, надо отложить уже на следующий раз. Да, Татьяна Юрьевна? Да, конечно, сейчас уже мы не успеем вникнуть все равно. То есть, значит, я в следующий раз начинаю с того, что показываю, каким образом мы переходим вот такого гамильтиняна вот к такому гамильтиняну, что очень важно, да, теперь просто терминал ее тогда я как бы веду. Смотрите, что получилось. У меня получается так, значит, вот в новом базисе, который называется базис Мориса Шора, я его расскажу, как. Оказывается, что он очень просто находится, я вот должен образовать, значит, каким образом я делаю вот такой, значит, В, это у меня гамильтинян, который вот здесь работает, да, значит, я устраиваю, значит, что есть, смотрите, у меня В, я определяю В таким образом, что это оператор рождения, на самом деле В, как всегда, значит, если у меня здесь гамильтинян, он самосопряженный. Вот обычно можно, то есть у него есть как переходы, значит, как отсюда сюда, так и обратно. Так вот я его, мой В раскладываю на два оператора, на оператор рождения, на оператор уничтожения. Один оператор мне действует из состояния лямбда В, из нижнего состояния, состояние верхнее, да, это вот, значит, другой оператор, наоборот, он действует в обратную сторону, он будет самосопряженным. Николай Николаевич, наверное, лучше с этого начать в следующий раз, потому что сейчас слишком трудно, да, вызывает много вопросов. А можно, короткий вопрос, вот, это можно понимать, как диагонализация системы, да, вот. Да, конечно, ну, в каком-то, да, да, диагонализация системы, ну, не то, чтобы диагонализация, потому что вот тут они не диагонализации системы, это означает, что у меня не должны быть матричные элементы, а вот между вот этим и вот этим состоянием появился матричный элемент. Другое дело, что это уже диагонализовать можно. Понятно, спасибо. То есть, да, значит, и вот тут терминология здесь следующая. Вот это у меня светлые состояния будут называться, а вот это будет у меня темные состояния называться. Видно, что они выбрали полностью из взаимодействия. То есть, если я теперь буду рассматривать, что мой гамильтинян, он индуцирован светом, то это означает, что на мои вот эти состояния свет никак не действует. А вот на эти, естественно, действует. Ну, ладно. Николай Николаевич, да, спасибо. Все, все. Да, спасибо за интересное начало. Надеюсь, что мы дойдем до конца все-таки в следующий раз. Ну, вот, до встречи через неделю. Да, вот мы вот до такого дойдем, и я вам покажу, как у нас эволюция будет происходить. Ну, ладно. Всего хорошего. Всего хорошего. Да, до свидания всем. До свидания. Можешь вопросы... А, нет, мы уже должны... Давайте вопросы отложим в следующий раз. На следующий раз, да, да, да. До свидания, да. Субтитры подогнал «Симон»